Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили. И я буду безумно благодарна каждому из вас, кто подпишется на мой канал, если вы до сих пор это не сделали. А у нас сегодня, как вы уже поняли, будет мукбанг. У нас сыр. Филадельфия. У нас здесь рыбка. Я, кстати, была шокирована ценой рыбки. Она подорожала. Но раньше где-то стоило 14 монат, а сейчас я ее купила за 20. Это получается 860 рублей. Прикиньте, 860 рублей за этот небольшой кусочек размером 200 грамм. То есть подорожало. Причем, вы знаете, я всегда покупала в одном и том же супермаркете. Я подумала, просто в других местах дороже стоит. У меня здесь кофе. Холодный. Пробую впервые, кстати. Там был я от Starbucks. В общем, давайте попробуем рыбку. Макнем. Очень вкусно. Я всегда покупала в одном и том же супермаркете эту рыбу. Потом мне охота была идти в этот супермаркет. Я решила закупиться здесь около дома. И вижу, что везде стоит дороже намного. А потом, оказывается, просто подорожал. В общем, морепродукты у нас дорого стоят. Напишите, пожалуйста, ваши цены. Насколько я знаю, в России морепродукты стоят значительно дешевле, нежели у нас. Ну, по крайней мере, мама всегда об этом говорит. Так, что насчет новостей? О чем мы сегодня с вами будем говорить? У меня появилась такая идея. В общем, я хочу подарить подарок своей подписчице. собрать этот подарок вместе с вами. Я думаю, что получится интересное видео. И просто как бы поблагодарить за вашу любовь, за то, что вы смотрите меня. Мне безумно приятно, честно. И моя бы воля, я бы каждому из вас что-то подарила. Не знаю, возможно, буду снимать видео, как дарю. Возможно, просто это будет выглядеть, как будто я дарю из-за контента. Как-то будет показушничество. Напишите в комментариях, стоит ли показывать, как я покупаю подарок для своей подписчицы. Но я по-любому это делать буду. Вопрос лишь в том, стоит ли показывать это или нет. Или стоит воздержаться. У нас тоже стало достаточно холодно. Я сегодня была в джинсах. Такой неприятный ветер холодный. Кто-то сейчас на улице в осенне-весенней куртке. Кто-то вообще в майке. Девушка увидела, шла в шортах. То есть погода такая своеобразная. Не знаю, что надеть. Я надела джинсы, и было жарко в джинсах. В джинсах и кроссовках. Обычно у нас всегда в сентябре погода бывает жаркая. Я помню, я когда в школу ходила, у нас вообще в Азербайджане школа начинается с 15 сентября. Не как в России, 1 сентября, день знаний. Они как сделали. Раньше тоже у нас было 1 сентября, день знаний, все дела. Но потом нам просто укоротили, получается, каникулы. И в школу мы идем 15 сентября. И это очень круто на самом деле, потому что в сентябре еще жарко, и не охота идти в школу. Вот прям нету желания. Вкусная рыбка. Я помню, когда я шла в школу, где-то, наверное, 2 месяца точно, я в школу шла без куртки абсолютно. Просто со школьным пиджаком. И все. Вообще не знаю, почему жизнь прожитая в Саратове, в моем случае, да? Мне кажется, прям целой вечностью. А то, что я прожила здесь, прошло просто как миг. Вроде здесь тоже я прожила длинную жизнь, интересную, очень насыщенную. Много чего произошло. Я поступила в универ. Классный кофе мне понравился. Идея мукбанка вообще хорошая. Так вкусно сочетается все. Сыр классный. В общем, о чем хотела с вами поговорить. Я хочу собрать небольшой такой подарок. И подарить одной из подписчиц. Она моя родственница. Она смотрит мой канал очень давно. И искренне вот как-то любит меня. Я это чувствую. Мне она настолько нравится. Такая классная девчонка. Я просто от души хочу подарить. А вы напишите в комментариях, стоит ли об этом снимать видео или нет. В супермаркете передо мной стояла женщина. Она устроила такой скандал. В этом супермаркете для пенсионеров дается карточка. Скидка 10%. И у нас тоже есть такая карточка. Мы сделали ее на бабушку. То есть для всех пенсионеров скидка 10% на все. Но иногда в супермаркете находятся товары. По красной цене это просто за пол цены отдают товар. И естественно, если товар по красному ценнику, на него уже 10% скидка не распространяется. И хрен объяснишь человеку. Устроила скандал. Сначала ругается с кассиром. Потом понимает, что нет, не получается. Позовите администратора. Я ей пытаюсь объяснить, что все верно. Не надо ругаться. То есть что сделает кассир? Кассир бы просто даром тебе бы отдал этот продукт. Причем здесь это? Все, я заметила, всегда свой гнев выплескивают именно на работниках. Эту систему придумали не они. Следовательно, при чем здесь кассир? Кассир за гроши там работает. Что ему сделать? Вытащить из своего кармана и дать тебе деньги, чтобы получилась скидка в 10%? Прям человек ругается с кассиром. Я просто поставила себя на место кассиры. Реально нужно иметь железные нервы, чтобы работать в таких местах. Просто железобетонные нервы. Люди разные. Такой огромный поток людей. Когда я была в Ростове последний раз, я зашла в супермаркет, и у них такая интересная система есть. То есть ты сам можешь себя взвесить без кассира. Ты ставишь свою корзину на одни весы и пустую корзину на другие. Все, что ты купил, ты пробиваешь и ставишь на другую корзину. И то, что ты не пробил и просто положил, сразу там пипикает аппарат. Что не жульничай давай. Вообще сложно работать с потоком людей. Я хочу работать где-то бухгалтером, мне кажется. Или как я, например. И я не работаю с большим потоком людей, и это очень хорошо. Раньше я работала в магазине техники, помощником директора. Это было очень сложно. В том плане, что у кого что сломалось, приходит и весь гнев свой выплескивает на тебя. Хотя ты абсолютно не виноват, что из, например, стаб проданных стиральных машин, именно ей досталось вот это вот бракованное. Иногда люди, например, свои косяки какие-то умалчивают. Вот такое тоже часто бывает. Одна женщина приходила и ругалась со мной. У нас там не только техника была, но еще и мебель. Что на столе вдруг появилась трещина на стеклянном столе. И она начала предъявлять нам, что типа мы виноваты в этом. Стол стеклянный. Если ты, например, со всей дури просто опрокинешь на этот стол, не знаю, кувалду, понятное дело, что он сломается. Не всем людям объяснишь это. Тебе начинают предъявлять, например, за комиссию. Человек купил что-то в кредит, и там есть комиссия. В договоре она указана. И люди просто не обращают внимания на это. Покупают. А потом приходят предъявлять, что куда ушли мои эти 2%. Но это комиссия. И в банках есть комиссия. И у нас была комиссия. И опять же, эту комиссию придумала не я. Больше всего, если честно, за историю меня возмутило, когда... Женщина, купившая стол 2 месяца назад, начала кричать о гарантии. А почему у стола нету гарантии? Вы же все с гарантией продаете? Ну да, технику с гарантией продаем. Но мебель. Ты можешь взять, сжечь мебель, а потом сказать, а что, сломалась, испортилась. Потом она призналась и говорит, у меня ребенок просто стакан положил на стол, и стол просто развалился. И стекло сломалось, появилась трещина. Но, блин, у нас на витрине такие же столы стоят, как пример, да? Годами стоят все у нас лично. Поэтому тот, кто не работал в этой сфере, тот не поймет. Я всегда стараюсь максимально уважительно к продавцам, консультантам, кассирам всегда. Потому что они работают с огромным потоком людей. И когда я работала, я чуть с ума не сошла. Сейчас в моей работе, слава богу, такого нету. В основном все отлично. Если есть какие-то неполадки, но это бывает очень-очень редко, мы покупаем у официальных дистрибьюторов и перепродаем. Поэтому никаких проблем никогда не бывает. Все клиенты всегда довольны. И у меня голова не болит по этому поводу. А так как в магазине техники были огромные просто продажи, и люди все-таки тоже разные, поэтому постоянно были проблемы. Не забывайте подписываться. Возможно, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. Всем пока!